МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огромное спасибо за это великолепное, красочное, красивое поздравление нашим гостям из Башкортостана. А сейчас я хочу предоставить слово советнику журнала «Союз национальности» по молодежной политике Узбекистана Шурухамедову Марату. Здравствуйте, дамы и господа. Я благодарен всем, кто смог сегодня приехать на наше мероприятие. К сожалению, очень многие не смогли приехать, сами понимаете. Пятница, два Байрана, дача. Хочу выразить большую благодарность руководству «Фуд-Сити» за то, что они предоставили нам помещение. Большую благодарность всем артистам, которые сегодня выступают. Ну, естественно, вам, что вы смогли приехать. Хочу всех узбеков поздравить с Днём Независимости Узбекистана. Поздравить всех мусульман с праздником Великим Курбан-Байран. Желать всем благотворного года, здоровья и достатка. Спасибо большое. Спасибо, Марат. Друзья мои, мне сейчас только что сообщили, что у нас на связи Кыргызстан. Наши поздравления из Мишкета. Днём Независимости Узбекистана. Всем представителям мусульманского мира с нашим общим праздником. Священный Курбан-Байран. От всех жителей Кыргызстана поздравляем всех и желаем правдивого, личного и общего счастья, которое объединяет представителей всех народов, работающих на территории Узбекистана. Просветание Центра Узбекистана. С праздником всех. С праздником наших узбекских друзей и соседей. А теперь слово для приветствия президенту Российского фонда помощи детям «Открытые сердца» подгорному Андрею Львовичу. Добрый день еще раз всем. Ну, во-первых, разрешите вас поздравить с таким замечательным праздником. Тут был привет из Тужбекистана. Я, в принципе, сам родился. Душам приятно, что всем ас-саламу алейкум. Поздравляю всех с праздником. Очень много было сказано теплых слов. Поздравления. Хотелось бы заметить еще отдельную вещь. Я являюсь еще представителем комитета по сохранению памяти героев подвига самопожертвования. И вот именно такие программы, такие проекты, как сегодня, сохранение дружбы народов, сохранение связи поколения, они очень важны и необходимы. Потому что, как говорили все время великие люди, потеряв прошлое, мы теряем будущее. Не зная прошлое, не зная истории, мы не можем строить будущее, не можем строить свою будущую счастливую жизнь. И поэтому наш комитет, мы очень взаимодействуем с различными организациями, хотелось бы продолжить так же с представителями Узбекистана. Просто хотелось бы, к примеру, привести... Ну, у них на самом деле было 4 подвига самопожертвования во время Великой Отечественной войны. Ну, двое, к примеру. Керимов и Хафизов. Керимов получил в свое время звезду героя во время Великой Отечественной войны. Они совершили подвиг самопожертвования. Вот такие проекты мы должны с вами проводить. Должно, при том, при этом присутствовать, я вижу, представители молодого поколения, там маленькая девушка сидит тут, представители, да, молодежных организаций. Очень важно, чтобы мы работали с вами с молодым поколением, передавали историю, да, каждой своей республике. Я скажу честно, я рожден, я горжусь тем, что я рожден в СССР. И для меня все равно все мы являемся братьями. У нас одна, это, наверное, самое главное, у нас со всеми с вами одна общая история. История, пускай трагическая, да, пускай где-то счастливая, но это одна общая история, объединяющая нас с вами. История наших предков, наших дедов, прадедов. И вот именно, к примеру, история Узбекистана, задача представителей Узбекистана передать детям. История представителей Узбекистана должна задача передать потомство потомкам, молодому поколению Узбекистана, России, России. Но объединяя, объединившись и усилив наши труды, мы сможем добиться большего, достичь наибольшего результатов. Поэтому мы готовы сотрудничать, дорогие земляки, потому что я скажу, что, да, из СССР мы дети одной общей страны, одной общей истории. Вас поздравляю всех с вашим великим праздником. Схрани вас Господь. Огромное спасибо, друзья мои, пришло время для того, чтобы увидеть еще один прекрасный номер, а вернее услышать. Игорь Славянов, кавалер Ордена ООН и заслуженный артист России. Спасибо, дорогие друзья. Ну, опять-таки, интернациональная тема, она никуда не денется, потому что все песни, которые я исполняю, я думаю, вы их слышите, они вам известны. И еще одна. Поговори. 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 Вот ты со мной, подруга, семистонная. Душа полна одной собой, а ночь такая лунная. Эх, раз, да еще раз, а еще много, много раз. Эх, раз, да еще раз, а еще много, много раз. А почему, да почему, на глазах слезинки, это просто ничего, но любви и поминки. Эх, раз, да еще раз, а еще много, много раз. Эх, раз, да еще раз, а еще много, много раз. Эх, раз, да еще раз, а еще много, много раз. Эх, раз, да еще раз. Ещё много-много раз. Оп! А теперь вы! Эх, красный, ещё раз, ещё много-много раз. Эх, красный, ещё раз. О, ещё много-много раз. Эх, красный, ещё раз. Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Худебердиеву Ибрагиму Хедировичу. Благодарю вас, Марина Петровна, и организаторам низкий поклон, что такой блестящий, замечательный праздник организовали в честь Дня Независимости Республики Узбекистан. И двойной праздник отрадно, что сегодня для мусульманского мира и друзей мусульманского мира очень достойный, хороший праздник. Гурбан Байран. Коллеги, от имени активистов с Российского Конгресса Узбеков Узбекистанцев, всем собравшимся, хочу передать слова благодарности, которые прислали нам из Узбекистана. Многие наши активисты проживают в Республике Узбекистан, что живой мост между Узбекистаном и Россией. Это миллионы трудовые мигранты, которые здесь зарабатывают, которые направляют деньги туда и приносят свою культуру, этнокультуру. И происходит на территории России взаимоправновение и взаимообогащение наших культур. И вот буквально недавно выступающий обозначил, значит, мы дети Советского Союза. Несмотря на то, что много десятков лет уже прошло, что мы как бы не совсем вместе, не в составе Советского Союза, но во всех нарушенных мероприятиях многонациональной России после праздников люди разных национальностей, вероисповедания разных, не расходятся, потому что они истосковали по Советскому Союзу. Очень было отрадно, вот представитель Евразийского экономического союза обозначил четкий тезис, вот, быть на месте. Поэтому, уважаемые коллеги, вот, значит, благодаря вот такому двойному хорошему празднику, доброму празднику, хочется провести параллель между Российской Федерацией и Республикой Успетистан. И там, и здесь проживает огромное количество представителей разных этносов народов и разных мироисповеданий. И это великодушные люди, это гостеприимные люди, которым, значит, благодаря нашего нового президента Мурзияева и нашего президента Путина оформили, договорились, стратегии.